Вот и пришла пора, когда не хочется вылезать из-под одеяла, потому что на улице уже достаточно холодно, а отопления в квартирах еще нет. Почувствовав на себе первые морозы, начинаешь думать о предстоящей зиме. А особо дотошные люди задумываются о том, насколько жилищно-коммунальное хозяйство позаботилось о них в преддверии отопительного сезона. Подготовка зиме начинается сразу же после окончания отопительного сезона. Хотя работу мы до сих пор еще продолжаем, потому что сейчас еще на улице тепло, мы не вывешиваем пружину, потому что опыт уже показывает. Если мы повесим сейчас пружину, как только начнется отопительный сезон, житель будет их или снимать, или растягивать. И потом, неоднократно, нам придется их восстанавливать. На счету управляющей компанией ЖКХ 590 домов. Все они после окончания отопительного сезона были опрессованы и сданы теплоснабжающей организацией для дальнейших работ. На сегодняшний день остались лишь мелочи, как, например, те самые пружины на входных дверях подъезд. По мнению экспертов, они очень помогают сохранять тепло. Помимо этого, продолжается текущий ремонт в жилых домах, в том числе герметизация швов, утепление промерзающих панелей, замена кровли. Но перед коммунальщиками стоит задача не только сохранять тепло в наших домах, но и обеспечить чистоту на дорогах. Есть хорошие посольства, готовятся они летом, поэтому техника была проверена, вся в готовности. Конечно, как бы работники ЖКХ не готовились к отопительному сезону, всегда есть вероятность каких-либо сбоев. Но коммунальщики уверяют, что все они немедленно будут устраняться, и видновчане этого не заметят. Отопление же многоквартирные, дома и учреждения поступят, когда среднесуточная температура плюс 8 градусов будет держаться в течение пяти дней. А пока запасайтесь обогревателями, пледами и горячим чаем. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.